Ладно я, но ты куда приехала? Все едут! Все говорят, тут грязно! Может, я привыкну? Тут змеи и гекконы! Вот-вот-вот. Теперь он уже, уже в спальне. Что ты тут забыл? Боже, какой большой, как я его боюсь. Нет, нет, нет. Ты у нас жить не будешь. Хоть как бы мы тебя не любили, дружочек. Давай вали отсюда. У меня на окне лежала тряпка. Вот здесь, мне кажется, дырка есть. Вот здесь. Виктор эту тряпку убрал. И все! И вот она, красота неземная. Витя может позвать хозяйку. Эй, иди ты! Ой-ой-ой! Убежал! Вот поймал гекошку. И школа йога книжка пригодилась. А не кусается или нет? Как вы думаете? Ох-ох-ох-ох-ох. Подальше еще фото сделаю. Всем привет! Здравствуйте! Анча, Анча! Сегодня со Светом спали! Света, заходи! Так не только я спала со Светом, ты тоже спал со Светом! Я вам сейчас покажу и вообще буду каждый день показывать, как зеленеют наши бананы. Ну, не наши бананы! Не-не-не, не наши! Но мы их видим каждый день! Нет, не зеленеют! Желтеют! Желтеют! Доброе утро, товарищи! Зачем? Масковское время 6 часов. Нет! Индийское время 7 утра, литовское 4.30. Зачем люди едут в Индию? А вот за такими рассветами, за красными закатами, Виктор нашел, что у нас на участке, прямо у нас на участке, представляете, растут бананы! Правда, они еще зеленые! Вот! Это бананы! Там! Кокосы! Кокосы! Бананы и кокосы! Это я подумала, что какой-то борщевик! Я думаю, это или манго, или папайя! Виктор говорит, или манго, или папайя! У женщины, вы знаете, здесь у хозяйки прям сад какой-то! Вот еще какие-то штучки! Наверное, съедобные! Не зря здесь вчера прыгала обезьянка! Она ждет, когда поспеют бананчики, и она их скушает! Вороненок, а мама ему таскает еду и в ротик кладет! Куда полетел? Ты же ребенок! Ай-яй-яй! Видите, как птичка на листике катается? Там водичка есть, роса, и он моется! Малыш такой! Только что четыре штуки было! Надеюсь, вам видно! Где ты? Где ты? Прямо по листику скользит! Купается так! Интересные птички! Вообще с утра невозможно спать! Где-то часов шести! Знаете, непривычные для нас звуки! В Литве таких нет в Европе! Какие-то птицы, может быть, обезьяны! А может, мы думаем, что это птицы? Наверное, это вчерашняя обезьяна! Прямо скользит, скользит! Но если я встаю, я сижу на стуле, они сразу улетают! Все! Вот они, красавцы! Видите, как много! Ну, как на одной ветке, как это считается, что это ветка, не ветка, потом их срезают и везут к нам в магазины! Может, гроздь? Гроздь! Килограмма сколько тут? Если они поспеют, будет килограмм семь, наверное! Там за листом! Да, это уже точно наше! Это в нашем саду! Ну, как в нашем? В хозяйском саду! Но хозяйка же одна столько много не скушает! Я надеюсь, она с нами поделится! Поделится! Вот здесь мы покупаем овощи и фрукты! О, дракон! Он говорил, что привезет! Да-да-да! Яблоки! Яблоки у них, кстати, очень-очень дорогие! Все есть, все есть! Арбузы еще не пробовали! Клубнику еще мою любимую не пробовали! И вот-вот все-все-все есть! Сейчас покажу, что мы купили! Какая интересная морковка! Это что, морковка такая? Посмотрите! Классная какая! Даже есть айсберг! Здесь такая жара, знаете, прическу не сделаешь, потому что вот только выше вся мокрая! Вся-вся-вся-вся! Везде! Света нет опять! Да, нету света! Вчера не было света, и сегодня нет света! В общем, покажу, что купили! Покажу, что купили! Эти булочки, 4 штуки, стоили 30 рублей! Очень вкусные булочки, как в детстве! Сок! Сок! Джуз! 118! Не знаю, натуральный, ненатуральный! В общем, 118-1! 118-1! Делите на 80, и будет евро или доллар, в принципе, одинаково! Зашли в кафешку, хотим попробовать, все говорили, что очень вкусный здесь чизкейк! Чизкейк! Вот, чизкейк! Купила с собой домой! Торт с сыром! Потом попробуем! И сейчас, знаете, что? Буду складывать, вообще, все продукты храню в холодильнике, абсолютно все, и гречку, и макароны, все-все-все, потому что у нас вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, нет никаких тараканов, только гекконы! Только гекконы! Покажу, что купила. Сколько стоит, потом скажу. Вот, цветная капуста, она, наверное, не влезет в холодильник, она большая. Он ее поштучно ложил, неизвестно. он ее поштучно ложил. Два было, вроде бы. Было два огурца, огурцы, хорошо помню, по 40. Я тоже помню, это кюкамбр. Кюкамбр, по 40. Мне очень нравится жареная цукини, 120, представляете, килограмм, 120, а этот 40. Зачем ты это берешь? Я так и знала, я так и знала, что ты так скажешь. Лук. Ялтинский. Зелененький. Так, что здесь еще? Онион. Виноград. Еще не пробовали. Так. Две вот такие маленькие связки бананов. Бананас. Знаете, у нас в Литве продают бананы какие? Большие, такие маленькие, они в мешочках продаются. Это типа очень, как бы, дорого. И еще бананы бывают такие коричневые, коричневую сторону. Потом купили вот этот фрукт. Это яблоко. Яблоко? В общем, яблоко. Папайя, папайя. Я попросил, чтобы были семочки внутри. Он смотрит, говорит, все хотят без семочек, а ты хочешь, чтобы семочки. Да-да, они же очень полезные, их надо кушать. Выбирал, 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 говорит, но кушать завтра будешь. И знаете, вот все, что он спрашивает, когда будешь кушать, сегодня или завтра. Этот сказал тоже, кушать завтра. Так а что мы сегодня будем кушать? Опять бананы? Смотрите, купила. 4, 4, 4, 4, 4, 8, покажи один хоть поближе. Помидорин, по 40, томатов, по 40, дальше, картошка, 2, у них другая картошка, 4, мы жарили, 6, 8, у нас крахмалистые, такие картофелины. они без крахмала и жарятся так интересно, в кашу не превращаются, такие тверденькие. 3 морковки, 3 морковки, зеленая паприка, 4 лука, 4 таких баклажанчика. О, покажи эти обязательно. Такие цыпы. Смотри, какие цыпы. Я их жарю. Они по 40, а цукиния по 130. Видно, ее привозят из другой страны. И 2 лимона. Лимон на сдачу. Давай им. За все, за все отдала. 510 рупий или 6 евро 14 центов. За все. Вот за эти овощи и фрукты. И еще Виктор захотел. Представляете, что? Ром. Ром хочет кого-то угостить. Называется Old... Покажи поближе. Old Man. 42 с половиной оборота. 250 рупий. Это 3 евро. 3 евро. А сколько там емкость? 0,7, мне кажется. Да, 0,7. И он 7-летний. 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 Индия, держись. В смысле? За 3 евро 0,7, 42 градуса. 7-летний. Да. Знаете, как они взвешивают? Допустим, вот паприка. Что там еще я тебе говорила? Морковка. И пикамбер. Это все один вес, мне кажется. И еще баклажан может кинуть. По 40 копеек. Да. И баклажан. Это все по одной цене. По одной цене. А это вот дорогое. Дорогое. А это поштучно было. Поштучно. Поштучно. Мне кажется, 8. Кто знает, где лежать папайя. В холодильнике и вот это яблоко. Или просто. И яблоко у нас это трояк. Но таких больших я у нас не видел. Не пахнет ничем. В общем, все. Выключай камеру. Я пошла. Я пошла на балкон. Большая папайя. Килограмм 7 евро. Но сама она будет больше, чем килограмм. Смотри, а это что такое? Называется Анон. 2,49. Одна штука. Посмотрите, какой я купила торт. По поводу, по поводу Виктора дня рождения. Мне кажется, что он там вафельный. Но это не важно. Потом в разрезе посмотрим. Хотел 800 рублей. Я говорю, нет, 700. Он, нет, 750. Я говорю, нет, 700 и точка. Ладно, говорит, давай 700. Во-во-во, смотрите, что у нас видно из окна. Хрюндия, хрюндия, хрюндия. Мама, Хрюша. Мама, и там в кустах хрюндёныш. Ух ты, бог ты мой, как они боятся. Это их пугают. Прикольные какие. Бананы есть. Видите, сколько их у неё? У одной маман. Нельзя кричать, надо тихонько говорить. Хорошо, я молчу. Бананы тебе. Шкурку бананы. Идёт, идёт, идёт. Оспугалась, молодёжь. Открой пошире. Боится. Мама нарубает. А чё детей не зовёт? Так надо позвать, как курица-квахтуха зовёт цыплят. Кво-кво-кво. И она как-то должна их позвать. Пошла, дурёха. Я часто прихожу в это кафе. Кришна Лама Беккере. Здесь хороший интернет. И вот загружаю вам видосики. Беру что-нибудь попить. Сегодня взяла апельсиновый сок. Ещё еду никакую здесь не пробовала. Ай, один раз брала Виктору омлеты домой носила. Ещё когда у нас продуктов не было, точно. А так что-нибудь попить. Ребята работают быстро. Было бы интересно зайти к ним туда на кухню. Но, наверное, не пустят. Наверное, не пустят. А Виктор тоже с компьютером. У него связь с Литвой. Он смотрит последние новости. Последние новости, что творится в мире. И, конечно же, в Литве. Если там что-то глобальное происходит, глобальное, то пишите. А то мы это... Чуть-чуть... О, улыбается. Мы чуть-чуть живём сейчас в другом мире. Колорит никакой. Ещё его мы не видели. Горбатый. Пошёл по своим делам. Идём на море. И здесь стоит мужчина, всех обелечивает. Просто так вы свой байк или автомобиль не поставите. Вот. Сегодня опять полно машин. Ещё больше, чем в прошлый раз. Ещё больше. Все-все приезжают, приходят именно на закат, на сансет. А ты бы так смогла пройти? Не, мне бы ноги болели. Они уже привыкшие, а мне это тяжело. Ноги болят. В прошлый раз мы шли мимо мотоциклов. А сегодня пойдём между торговыми рядами. Посмотрим, что продают. Что продают. Вот тут пройдёмся. Ну, я думаю, как везде. Для детей всякие ведёрки. Купальники, может, продают. Мне очень нравится вот этот ловец снов. Ловец снов тебе нравится или нет? Нет, я так и знала. Я так и знала. О, какая колоритная дама сидит. Зовёт в свой магазин. А это тростниковый сок. Я пила в Египте. Мне понравилось. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Он такой сладенький. Примерно как раньше был берёзовый сок. А такой тебе нравится? Такой, такой, такой. Купи, такой, купи. Он будет сны ловить. Купи. Нет, он сказал нет. Продают кукурузу. Не хочу кукурузу. Хочешь? Нет, не хочу. Дома как-то хотелось. Кукурузу я покупала, варила. А здесь вообще не хочу кукурузы. Тут мыли. Да, здесь мыли. Полили водой, чтобы пыль не собиралась. Барабаны бывают разные. Вон, какие огромные бывают. Ого. Сумочки красивые. Кружечки красивые. Всё красивое. Всё красивое. Всё хочу. Всё хочу. Всё хочу. Виктор говорит, что мне ничего не надо. Вот так. Как-то несправедливо. Мне никогда ничего не надо. Ни в одной стране. Что такое за дискриминация? Кто знает. Кукуруза. Кукуруза. Я жареная. Я чареная. Что же на русском? Чарена. Чарена, да-да. А им тяжело выговорить это слово. Буквы это уже. А что это? Это индоевропейский язык. Чарена. Всё. Все понимают. Чарена. Ну вот. И мы уже на море. Уже где-то музыка гремит. Посмотрим, сколько сегодня будет людей. Так. Танцы можно устроить. На каждом углу каждые 10 метров кукуруза. Ну, если продают, значит, пользуются спросом. Так. Шейк. А, шейк, шейк. Не шейк. Шейк. Вот здесь кухня на задворках. Всё вот так происходит. Там сидят люди. Воду наливают. В бак. Танцуют, ребята. Сегодня поменьше людей. Прошлый наш сансет очень было много. Но сегодня практически нет волн. И солнце уже, солнце. Оно, вот оно, красное. Красное. Ай, нет, не красное. Это очки его делают красными. Я сняла очки, и оно обычное солнце. Только очень красивая лунная, не лунная, а солнечная дорожка. Коллега тоже снимает закат. Интересно, у него таймлапс стоит или что? А, ага. Смотрите, как красиво. Культурный парень. Я у него кадр взяла, сняла, сняла. А он мне говорит спасибо. И я ему сказала спасибо, что разрешил. Здесь все так же. Играют. Играют с летающей тарелкой. Сидят, наблюдают, смотрят. Так, 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 смотрите, что творится. Едет Моторинка. И все собаки, которые только есть на пляже, им не нравится, что он тут едет. Все выбегают. Ну, где еще есть собаки? Женщина продает кукурузу, и у нее четыре, четыре охранника. Дышит, 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 жарко. Сейчас уже не очень жарко, где-то 28 градусов. Солнце садится. А вот Ирина и Шаши. Мы подошли к ним поздороваться. Это младше, ребят. Да, еще Таилан. Все снимают закат. Добрый вечер! Добрый вечер! Иди, иди, иди. Мы подойдем, мы подойдем. Иди, подойди с той стороны к Ирине, с сердечной чакрой. Иди, подойди. Надо, да? Обязательно. Так, иди, подержи камеру. Можно? Можно обниматься? Виктор стесняется. Не-не-не, иди, подержи, теперь я буду обниматься. Я хочу в катор попасть хоть раз. Привет, привет! Шаши, привет, привет! Меня уже на капюнкосик про вас написали. Какой? Какой? Нет, тихеры мои пришли, нет? Нет, нормально, чтобы я к вам сходила. А, все, она пришла. Она пришла. Привет, Майна. Здравствуйте. Мы из Житвы. Рынаем. Посмотрели. Мусю, Мусю. Мусю. Любит Мусю, очень любит Мусю. Сепна любит Мусю. Мусю любит Сепну. Сегодня у Виктора день рождения. Идем праздновать в ресторан. Называется Кинара. У нас уже есть компания, 6 человек. Нет, это не они. Нет, это не они. Мы несем с собой торт и подарки нашим гостям. Бывает и так. Стою, жду гостей. Немножко вечерний вам ромболь. Сейчас время без 10.6 вечера. Вечера. Видите, уже кое-где горят огни. Люди приезжают на закат. Много-много. По идее, они должны прийти оттуда. О, классно на мопеде. Хочется, конечно, попробовать на мопеде, но страшно. Страшно. Очень-очень страшно. Потому что они едут не так, как мы. И даже когда я перехожу дорогу, мне всегда кажется, что я что-то делаю не так. Знаете, по привычке, вот как у нас. Вот, они едут там. Кошмар. Может, пообыкнемся и попробуем. Главное, попробовать где-нибудь там рано-рано утром на безлюдной улице. Может, у нас все получится. Вот, люди уже идут обратно, встретили закат. Движение очень большое, очень много людей. Слышите, как птицы орут? И утром это начинается где-то с 4-х, с полупятого уже орут птицы. И такие птицы, такие звуки, которых мы не знаем и не слышали. Виктор говорит, наверное, попугай. Но не конкретно сейчас этот, а другой звук. А может быть, не попугай, а обезьянки. Многие ходят босиком, тут принято. Но не знаю, я хожу в обуви, и то у меня ноги всегда бывают вот такого цвета, вот такого красного, как земля. Парень решил развернуться. Тут проехать бы без разворотов. Я его только что спрятала. Вот наши гости. Это Шаши, а это Ирина. Сейчас еще Оксана подойдет. Я видела, она идет, да? А Рубок? А Рубок, он на ресторане, наверное, подъедет. Так мы идем? Да, да. Она сказала, я буду кричать. Видишь, я даже это, одела золото-бриллианты. Обалдеть! У меня золота-бриллиантов нет, я с янтарем. Ага. Нет, ну это индийское золото. Виктор там. 100 рупий. И что, нет? Да, 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 Виктор там. Где будем сидеть? Ирина там, и здесь вы тоже. Не знаю, так. Где Ирина? Скажет, там и будем сидеть. Сейчас Оксана придет. Сейчас Оксана придет. И потом официальная часть. Давай, давай, давай. Смотри, это яйцо поставлено. Опа! Это презент от Шаше. Энергия и связи с тонким миром. Я прям чувствую, как прет у меня энергия. Возьми. Если хотите ответ на какой-нибудь вопрос получить, вы сосредоточьтесь, вот его в руку возьмите и задайте вопрос Вселенной. И у вас пойдут правильные ответы, правильная интуиция. Или даже можно на книгу, допустим, книгу спросить какой-то вопрос. Открываешь книгу на любой странице и читаешь, как ты говоришь. Там вся третья страница, шестая строчка сверху. Но вначале надо подъезжать констальный шар. А, вначале все-таки шар. Эту газету не выкидывай. Это индийская. Домой так и поедет. Спрячем. Да-да-да. Всем приветик. Мы-то вас всех знаем. Это вы нас не знаете? Это для аромапалочек домик. Обалдеть, обалдеть. Вот так вот. А это палочки. А где теперь шаши? По словам, у колобара его видела. А, если потребуется, можем? Положи, Витя, да. Присаживайся, Оксана. А где Рупак? Рупак на работе. А приедет, да? Ну, надо его выдернуть, да, сказать ему. Так скажи уже, уже скажи. Уже говори. Вот, девочки, смотрите, какой торт. Мне почему-то кажется, что там он будет вафельный. Я не знаю почему. Вафельный. Ну, почему-то мне так форма напоминает. Не то. Не знаю, вот. Посмотрим. В нашем магазине, что вы говорили. Да, да. На нашей улице. Ну, как от вас выходишь, и вот там прямо. А у вас же ближе вот это Беккери. А нам там не понравилось. Да. А Ришка хвалила всегда. Ну, мы купили кусочек, но не попробовали. Я решила такой взять. Ох, как потемнело. Пришел Рупак. Его практически не видно. Он не палец. Очень красивый мужчина. Я его когда-нибудь сниму днем. Покажу вам его днем. Один, папа, папа, один. Когда мы в Литве искали шапку с литовской символикой, вот мы искали ее именно для этого человека. Для Шаше. Не-не-не, это надо оборвать потом. Я ему недавно сказала. Я говорю, Саши, у тебя так много друзей со всех стран. В России кепочки привозить. Потому что очень любят кепочки. Мы поняли это. А у него как одна Устикитана, Париж. Россия он потерял. Ну, вот теперь будет Литва. Как мы классно сидим в подсмах. Я не знала, что пара уже. Таких кадров я еще вам не показывала, чтобы мы сидели почти ночью. Но на самом деле еще не ночь. Всего шесть градусов. Ой, шесть вечера. Оксана, я иду к тебе. Иди к Оксане, иди к Оксане. А он говорит Петрушина? Я зову Оксана Петрушина? Да, Саша. Добро пожаловать в Адамбург. Горно, теплая погода. Всегда одинаково. Почти сейчас. Не надо теплой одеждой. Наслаждайтесь. У нас еще один гость присоединиться. У нас еще один гость присоединился. Да. О, боже. Очень многие в Индии считают, что надо на свой день рождения делиться с тем, кому хуже. Покормить собачку, корову. Ну, бездомному какому-то дать что-то, жиды какой-то. Поэтому вот это гуд карта. Такие добрые собаки. Если собака ест лепешку, значит она голодна. Сегодня у нас получился. Привет, Джимми, Джимми. Джимми, Джимми. Вот так. Как нам дальше? All right. Good go. I like it. Like ставим. Мой магазин барабан. Молодец. Барабан, барабан. 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 Барабан.